Война, которая велась не только на фронте, но и в тылу. В Самаре открыли памятную доску в честь советского геолога Ахмеда Мустафинова. Героя социалистического труда, дважды лауреата Государственной премии СССР. Одну из этих наград он получил за первый фонтан дывонской нефти, ударивший в Самарской луке в годы войны. Из нее стали производить необходимое советским войскам топливо. Жил Ахмед Мустафин здесь, на Ленинградской 72. На открытие памятной доски приехали первые лица города, представители научной и религиозной общественной татарской общины. Нельзя забывать свою историю. Это наша история, это наши национальные традиции. Вот поэтому мы в этом направлении стараемся работать. Это история нашего мононационального города. И мы стараемся делать все для возвращения, сохранения нашего общего историко-культурного наследия. Только сохранив историко-культурное наследие всех народов, проживавших на Самарской земле, приумножив его и передав нашим детям и внукам, мы сможем жить в великом городе, которому есть чем гордиться. Инициатор этого события – татарская община. Идею поддержала администрация города. В этот же день открылась и другая памятная доска. Ее посвятили клубу национальных меньшинств, учрежденному Компартией и работавшему в 20-30-е годы. Тогда он стал важным связующим звеном между разными народами области. Представители администрации города подчеркнули, что всегда рады содействовать сохранению национальной культуры, дружбе народов и другим важным задачам в этой сфере. В Самаре проживает многонациональная семья народов. Мы говорим о том, что каждый из них, каждый из этих достойных людей внес свой вклад, в историю Самары. Татарские общественники говорят, в городе появятся и другие памятные доски. Вообще немного достойных людей, которые написали лучшие страницы истории нашей страны. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Николай Сидоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова